всех приветствую мои родные любимые и сердцем дорогие христолюбчики и брат и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого в вашей жизни во всей сфере что все у вас было хорошо меня зовут кузнецов дмитрий евгеньевич интернете известен как веган христолюб и это второе видео о я из серии цикл из цикла видео йога во христе если вы на него попали случайно или специально где-то и не видели моего первого видео то я рекомендую вам к нему обратиться иначе будет не совсем все понятно и это цикл видео на значке вы увидите единичка и называется он общие понятия йога глазами христианина общие понятия в начале каждого ролика сегодня второго завтра третьего и так далее я буду напоминать вам с чего вообще все началось началось все с комментария елены новиковой к моим к моим по моим одноклассникам написала дима привет как ты относишься к практике йоги могут ли христиане заниматься восточным искусством благодаря этому комментарию мы будем преследовать определенную ниточку я буду прямо всеми ко всеми всеми циклом этих видео я попытаюсь ответить пространно ответить на комментарии елены а он состоит как вы видите из двух вопросов помимо приветствия как ты относишься к практике йоги но туда же больше вернее вопросов всего два но тем намного больше прежде всего надо разобраться чтобы узнать мое отношение к йоге надо узнать что такое йога чем мы с вами и занимаемся и могут ли христиане заниматься практика йоги но получается мое отношение и тут как бы получается два вопроса они в одном почему я говорю то основные два вопроса и если мы уберем потому что елена как будто написала два похожих вопрос хотя понятно это как бы мое мнение и как бы мнение мог ли христиане ну понятно если я знаете слова иисуса которые я всегда цитирую сотворите и научите то есть естественно я учу людей даю им какие-то знания до делюсь информацией особенно кто знает я всегда это делаю о деятельной жизни рассуждают да не какой-то воздушный то естественно я что сам делаю то и другим советую сам я хочу быть пребывать в небесном царстве быть святым естественно других к этому же призываю и этому же учу тому чего сам на какой ступеньке достиг на как по какому пути иду поэтому как бы вопрос елена я говорю два вопроса можно совместить в один какое мое отношение а значит я это рекомендую и другим но я бы из этого тогда уже сжав эти два вопроса в один добавил еще один вопрос который сам по себе напрашивается в этом вопросе что же такое йога прежде чем относиться к чему то понять а что это пощупать вот мы с вами все эти видео их получится 10 первое было вступительное вот именно общее понятие 9 еще будет мы с вами разберем 8 путей 80 один путь 8 ступеней или 8 шагов как хотите по-разному всегда называется именно самого пути пути йоги да но если ты ступени тут как раз получается восхождение да тоже можно сказать как у христиан восхождение в небесное царство и десятый ролик я подведу итог да а вот эти вот 9 роликов начиная с первых который была в общих понятиях и вот этих восьми последующих которые будет конкретно восьми шагах или восьми ступенях йоги мы с вами узнаем что же она такая что же это такое да с чем это едят естественно в принципе в любом случае параллельно я буду проводить аналогии с христианством с истиной хотя христианство истина у такого как я это синонимичные понятия но то что мы видим в мире лежащем возле нас окружающие псевдо христианские культы секты это далеко не христианство поэтому я буду сравнивать и с ними и с другими религиями и мировоззрениями различными можно было бы конечно же сделать более еще пространный курс потому что сегодня вы в этом убедитесь потому что каждая каждая ступень в себя еще несколько маленьких ступенек подразумевает да состоит но мы этого делать не будем я раздумывал над этим решил все-таки пока этим ограничиться ролики поэтому меня получаются достаточно длинные емкие я призываю тех кто меня слушает писать тайм коды к моим видео то есть это на какой минуте когда резко меняется какая-то тема начинается новая тема под тема вот именно подглавление в частности сегодня то есть о всех под ступенях первой ступени йоги у кого есть желание пожалуйста пишите тайм коды ну естественно начинать я все равно буду помимо вот комментарии елена вы видите такой скриншот собрал то что мы с вами в первом видео читали из википедии какой же все-таки краткое определение йоги это йога это обуздывание волнений присущих уму или йога управления умом надеюсь вы помните мы об этом читали и вот восемь ступеней которых мы с вами тоже читали в частности сегодня мы с вами будем читать и рассуждать и говорить о первой ступени так называемой яма принципы взаимодействия с внешней средой чуть-чуть структуру я нарушил прежде чем перейти к яме еще раз подведем итоги предыдущего теперь ролика об общих понятиях цель моего того видео была показать вам что вы все взрослые люди я думаю меня в основном масса слушает людей даже старше меня либо ровесники а мне под сорок да то вы давно убедились что в жизни истин истина то одна но прав много ибо ложь у каждого своя и вот куда куда не тыкнись куда не мыкнись куда не пойди везде одно и то же что в христианстве до десятки тысяч может быть даже направлений что кто знает думают ислам один нет конечно кто знает сколько там течение направлений сколько маленьких делений и сект то же самое в йоге то же самое в буддизме в да сизме и в любом мировоззрении возьмите такие движения как ну есть управление государством до всякие разные сферы схемы да так назовем их пути возьмите республиканство королевство советский союз возьмите капитализм социализм и внутри все равно в думе или в парламенте еще где-то там сидят разные партии ведь они очень разного направления цель моего первого ролика вы помните я ее попытался озвучить и донести эту мысль и я вот не помню прям такие зафиксировали нет поэтому фиксирую в этом последующем ролике как вывод а здесь предисловие что мы с вами убедились что йога то же самое да есть какие-то общие казалось бы понятия но вы мы с вами даже если в теорию углубитесь вы поймете что ты мне как могу убились и поняли что их очень много очень много видов направлений а если вы начнете слушать проповедников йоги вы убедитесь что каждый проповедник на все у каждого проповедника свое мировоззрение а что такое мировоззрение взгляд на мир мировоззрение естественно туда входит это чем он занимается тоже самое йога его мировоззрение у нее свой взгляд на свое же мировоззрение да как бы это не тавтологично смотрелось и или слышалось то есть человек казалось бы исповедует йогу и другой его человек брат проповедник исповедует йогу но они достаточно могут разно говорить на одни и те же вещи у каждого свое понимание мантры один говорит что там надо полностью мозги отключать другой говорит нет это и разговор с умом там все разные кто-то говорит что там все-таки бог присутствует какой бы ни был какая-то вселенная какое-то начальное я я все-таки с ним нахожусь я чувствую его я с ним пытаюсь говорить другой горит нет это вообще полное забытие полная мокша вы убедитесь что все они говорят абсолютно разным именно поэтому мы с вами пользуемся как я это уже себе как-то у меня привычку вошло в какой-то образ для проповеди я пользуюсь свободной энциклопедии так себя позиционирующий свободной энциклопедии под названием википедия там статьи безавторные мы просто как основание хоть какой-то информации причем вот именно якобы без личной безликовой да то есть она ни с кем не ассоциируется мы с вами и будем как я его часто делают даже при чтении библии будем на этом опираться да на то что мы с вами читаем ну и сегодня мы с вами рассматриваем теперь уже приступаем к первой ступени это яма или вот заметьте даже в скобочках википедии стоит что это яма йога ты сама первая ступень уже может называться самой йогой да то есть практикой то есть путем еще кое-что забыл до сказать не забыл а в том что на протяжении всех видео вот с первого до последнего получается три вопроса в комментарии елены можно ли есть заниматься и вот мы будем каждый раз отвечать что такое йога мы с вами ответили и можно ли заниматься это я просто в конце сделаю вывод сам я занимаюсь или нет а вы сами уже поймете и рекомендую или другим но мы с вами на протяжении всех роликов будем в принципе смотреть что такое йога и можно ли есть заниматься неважно кстати христианину нет христианину лет мы с вами ответим на последнем заключительном десятом видео так у нас очень красиво 10 роликов получается первые вводные предисловия 8 ступеней и 10 и того 9 и 10 заключительные вот именно мы с вами поговорим сделаем какие-то выводы и вот на протяжении всех этих видео будем смотреть что такое йога вот сейчас мы прочитаем шутку первая ступень йоги это опять мы дешевле чутку в теоретически йога и будем решать заниматься ей или нет я надеюсь я четко дал понятие того чем мы будем заниматься какие выводы мы должны какую цель достигнуть при просмотре этих видео которые вы будете смотреть и слушать вместе со мной ну читать мы будем тексты вы будете видеть я буду читать тексты будет видеть и говорить своими словами конечно же яма йога яма этическое ограничение давайте сначала помните из общего контекста еще раз вот здесь мы с вами когда читали то есть яма это принципы взаимодействия с внешней средой то есть первая ступень из 10 это яма кратко мы с вами познали что это принципы взаимодействия с внешней средой какие же это принципы это этнические ограничения или универсальные моральные заповеди в индуизме и йоге яма первая ступень йоги описано в йога сутрах патанджали ситха ситханта паддахти падхати и других текстах согласно йога сутр патанджали яма включает пять основных принципов то есть мы взаимодействие с внешним миром то есть яма йога подразумевает ну как вы на экране уже вам сейчас прокручу вы увидите опять есть даже уже здесь есть два варианта один делит это 5 подступенечек под пунктов и еще другой это 10 как вы видите видите почему я у меня была задумка разделить еще но это будет очень много пусть это будет длинные ролики я конечно тоже буду уставать но ничего зато они будут такие совокупны пусть где-то поверхностный ну можно было намного глубже конечно в это проникнуть но я думаю этого будет достаточно делятся они еще на пять принципов яма йогой ахимса не насилие в том числе вегетарианство сатья правдивость третье остея не присвоение чужого не воровство четвертое брахмачарья воздержание контроль похоти и сохранение целомудрия до вступления в брак внутренняя собранность не распущенность 5 апариграха не стяжательство неприятие даров не накопительство непривязанность во многих других писаниях например в шандилья упанишаде ситха ситханта патхати и хатха йога прадипика упоминаются 10 принципов ямы то есть мы видим с вами два варианта мы сегодня с вами все их разберем первые четыре одинаковые и место пятого не стяжательства здесь идет кшама милосердие прощение терпение тхрити стойкость дая сострадание арджава честность прямодушие метахара умеренный аппетит и шауча чистота ну что ж давайте дочитаем что здесь принципе больше ничего нету на этой страничке википедии при традиционном обучении йоги ямы дает при традиционном обучении йоги ямы дает гуру в зависимости от ситуации и особенности развития ученика тут какое-то слово явно пропущено то есть уровень дает гуру ну какие-то задания или примеры и учит как поступать вот ну что ж мы с вами переходим к кому теперь мы переходим с вами к первому ахимса ахимса древний индийский принцип поведения и образа действий при котором первым требованием является ненанесение вреда мин и не насилие это ключевая добродетель в индуизме буддизме и джайнизме слово произошло от санскритского корня бить наносить вред разрушение отрицания то есть не причинять вреда ахимса также называется ненасилием это относится ко всем живым существам ко всем живым существам заметьте ненасилие ахимса определяется как поведение ведущие к уменьшению зла в мире направленная против самого зла а не против людей его творящих отсутствие ненависти ахимса не причинение вреда состоит в неубиение не насилие не причинение вреда всем живым существам людям животным никогда никаким образом ни мыслью, ни словом, ни делом. Заметьте, они даже мыслью не причиняют. Да, и даже словом. Ахимса в разных религиозных системах. Это мы с вами упустим и больше об этом не будем читать. Теперь я скажу с вами словами. Вот Ахимса. Не насилие. Слушайте, наверное, придется, да, вы уже чувствуете. Придется все-таки разделять, наверное, ролики, не получится так. Не насилие. Хороший принцип, как его назвали в Википедии. Хороший. Я отвечаю на комментарии Елены на вопрос. Что такое йога? Не насилие. Не причинение вреда. Теперь я уж с вами словами. Я думаю, что меня именно из-за этого слушают многие, что именно я подхожу им, говорю так, как им понятно и удобно. Еще раз, что такое первый принцип, первый принцип йоги? Не насилие. Не причинение. И что такое-то не насилие? Что такое-то Ахимса? Не причинение вреда всему живому. Словом, мыслью, словом и делом. И я отвечаю на вопрос Елены. Нужно ли... Занимаюсь ли я... Как я отношусь к йоге? Занимаюсь ли я ей тогда сразу я буду? Как я отношусь? К Ахимсе я отношусь как? Я ее абсолютно практикую. Рекомендую ли я заниматься? Можно ли христианам заниматься? Нужно. Мой ответ на вопрос Елены. Можно ли заниматься христианам йогой, Ахимсой, ямой и принципом Ахимса? Нужно. Обязаны. Ну и теперь, как христианин. А разве Бог, сотворив человека, не сказал ему? Не вкушай. Возделывай и храни, но прежде, не вздумай вкусить с древа познание добра и зла. Ну там якобы добра, да? Зло просто никто ни в какой... в чистом виде вкушать не будет. Естественно, зло дает псевдовыбор между добром, между злом и якобы добром. На самом деле все это зло. Символически так оно названо в первой книге Бытия. Разве от начала не было так? А разве во всем Ветхом Завете не был красной нитью у нормальных проповедников, пророков, праведников принцип «Уклоняйся от зла и сотвори благо, ищи мир и следуй за ним». Всем известны вот это вот из псалмов «Уклоняйся от зла и сотвори благо». А разве когда к Иисусу подошел... Потом, кстати, вспомните, его ученики Иисуса всегда цитировали вот это «Уклоняйся от зла и сотвори благо». Неоднократно и Павел, и Петр, вы помните, в посланиях до нас дошедших это и есть. Сам Иисус что говорил? К нему подходит молодой юноша, где-то мужчина, там в разных Евангелиях по-разному описывал, может быть, это были разные случаи, и говорит «Как мне достигнуть совершенства?» Иисус ему говорит, прежде чем достигнуть совершенства, но я уже своими словами немножко интерпретирую, «Ты сначала не сотвори зла. Знаешь заповеди? Не убей, не укради, не, 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 не лжа свидетельствуй, не пожелай жены, вала и так далее. Сотвори сначала это, сначала не причиня никому зла. Ты это исполнил?» Он говорит «Да, все это я исполняю от юности моей». Он говорит «Хорошо. Хочешь быть совершенным?» О чем мы с вами и поговорим в последнем ролике. Призывает ли йога к совершенству? Но на этом сегодня я остановлюсь. Именно потому что Ахимса, обратите внимание, Ахимса, это же только часть, ну в принципе понятно, Ахимса это вот не сотвори зла. Будет где сострадание, призыв к любви, поэтому сегодня не будем трогать. Это совпадает с христианством, с истинным христианством, с истиной, со Христом, с любовью, конечно. Как я, как христианин, исповедую жизнь и учение Иисуса Христа и всячески стараюсь жить по нему, могу сказать человеку, который скажет мне, что он йог, что он практикует яму и первый ее принцип Ахимсу, да, не причинение никому вреда, никакому живому существу, которое чувствует рыбы, птицы, млекопитающие, да. Причем он это старается даже в мыслях себе не попускать, не говоря уж о словах и уж не говоря вообще не заикаясь о делах. А христиане не занимаются? Настоящие христиане, ахимсы, конечно, занимаются. Еще как занимаются. Настоящие христиане. Псевдо-христиане, конечно, не занимаются. Им до этого никакого дела нет. Ну и теперь Ахимса, естественно, свяжем с вегетарианством, как это свяжем не мы, а связывают сами авторы этого, этой статьи на Википедии. То есть, как ты будешь. То есть, Ахимс, естественно, включает в себя вегетарианство. И вегетарианство, я на своем канале, хотите, на моем канале найдите ролик, что такое вегетарианство. Вегетарианство это. Если не найдете, попросите в комментариях, я дам прямую ссылку. Я ее давал как раз по примеру йогов, буддистов, которые вегетарианство называют вкушение пищи, полученной путем смерти, связанной со смертью любого живого существа. И они, в отличие от дурных людей, которые и овощи называют живыми существами, у которых нет ни крови, ни сердца, ни ума. Это да, все вокруг нас живое. Бог, сама жизнь. Но есть чувствующее существо. И вот в йоге, в буддизме, в этом плане им большой респект и уважуху, что они дошли до этого. И у них вегетарианство это не только от отказа убийства свинюшек или коровок. Потому что вам, пожалуйста, на востоке, в Корее, Китай едят собак. Нет. Это вообще от отказа от пищи, полученной преступным путем, посредством убийством живого чувствующего существа. Живого чувствующего. А если вы не видите в курочке, что она чувствует, что она бежит из ваших рук, когда вы с ней за топором гонитесь, вы просто слепцы с окаменелыми сердцами. Вам ничего бесполезно доказать вообще. Вы просто слепые, окаменелые сердца. Вам ничего не докажешь. Если вы не видите, что она вырывается из ваших рук, что она кричит, визжит. Та же самая рыба не хочет быть убитой. Это очевидно. Если вы пытаетесь рыбу и огурчик поставить на одно место, вы просто безумны. Вам ничего не доказать. Это не требует доказательств. Как мы видим, то есть это относится ко всему. И к душе, к духу, как хотите, и к телу. Важно это? Важно. У меня кто больше вызывает уважение? Йоги, если они вот это все соблюдают? Или псевдохристиане, которые вообще не соблюдают принцип Ахимсы, принцип непричинения зла живым существам? Я уже давно сказал, для меня все эти христиане, которые убивают и пожирают, убивают животных и пожирают их трупы, причем любые, неважно, рыба это или птица, у нее есть кровь. По Библии всем известно. Это ежу, понятно, Бог сотворил внешне, чтобы мы просто, если уж ты совсем тупой и не видишь это духовными глазами, посмотри телесными, у нее есть кровь такая же, как у тебя, у нее есть сердце, такие же, как у тебя, почки, легкие, все органы, мозги есть, какие бы они там ни были, что бы она ни думала. Более того, те же самые рыбы Богом лишены голоса. Но когда мне говорят, ой, слушай, они же ничего не кричат, как вот ты говоришь на скотобойню зайди. Слушайте, вы на скотобойню заходите, что раз слышал, вам тоже все до лампочки. Вы их голос тоже не слышите. Чего говорить об этом? Чего говорить о рыбах, действительно, если вы голос этих не слышите? А услышите голос этих, поверьте мне, услышите голос и рыбы. Курица не птица, женщина не человек? Что это за мировоззрение христианина? Что это за мировоззрение человека с большой буквы? Конечно же, я вообще не называю христианами тех, кто убивает животных, участвует в их убийстве, проплачивает эти убийства и пожирает их трупы ради своей похоти. Эти люди, казалось бы, которые говорят, что у них есть сердце, избирают не сердцем, а желудком. Похоть у чрева, у них похоть чрева берет вверх над чем? Над умным сердцем, над их несущностью, над их духом чрева. Пятиминутное удовольствие у них перевешивает жизни чувствующего существа. О чем можно с таким человеком говорить? Ни о чем. Есть смысл ему дальше идти по пути йоги? Нет. Есть ему смысл дальше идти по христианскому пути? Нет. Христианский путь призовет тебя отдать свою жизнь. Свою жизнь отдать. Ради любви, ради истины. Ты чужую забираешь без всякого повода. Нет, повод есть, похоть чрева. Ненасытная, алчная, похоть чрева. Давайте, в принципе, практически закончим на этом. Придется ролик не остановить. Все-таки, иначе они, конечно, я тогда все-таки буду раскрываться. Более подробно будем говорить. Ну, а тогда ролики по 10 часов получатся, если мы будем один шаг йоги в один ролик вмещать. И давайте все-таки почитаем, что у нас еще тут немножко есть. На Википедии уж тогда будем до конца во всем разбираться. Ахимсы в разных религиозных системах. Распространено в виде обета вам обет. Заметьте, обет. Вы помните, Иисус сказал, если любите меня, соблюдите мои заповедь. Заповедь новую даю вам. Новый завет заключаю с вами. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Разве тот, кто любит ближнего, неважно, кто этот ближний, чувствующий живой существо, он будет его убивать? Нет. Вы знаете, если вы говорите, что вы любите животных и убиваете их, а потом после этого говорите мне, что любите меня, я боюсь вас. У вас любовь это убийство. Я не верю, что вы любите меня. Я боюсь вас. В джайнизме основной обет, из которого вытекают все остальные. Смотрите, как замечательно. Нужно практиковать йогу? Я еще раз отвечу на вопрос Елены. Обязано. Обязательно. Вот эту вот йогу, Ахимсу, яму, ее ступень, Ахимсу, обязательно практиковать. Каждому христианину, да. Иначе вы тогда вообще никакие не христиане. До христианства надо еще дорасти. Христианство, я много раз в своих проповедях говорил, начинается и заканчивается любовью к врагам. Причем до отдания жизни своей. Причем мучительной, жестокой смерти. Вот настоящее христианство. Это все. Это йога. А если вы этим не занимаетесь, не практикуетесь, вы не то что христиане, вы даже до йогов не доросли. До христиан вам еще. Они где-то там у вас, может быть, на горизонте, если виднеются. Хотя вряд ли. С первого принципа первой ступени йоги можно увидеть христианина, готового положить жизнь свою, даже перед врагом склонить свою голову, который захочет отнять у него его жизнь ради истины и любви. Вы ничего не знаете о христианстве. Вы к нему вообще не приближались. Забудьте это слово, если вы его к себе применяли, если вы не соблюдаете, не практикуетесь, не дали обет. Ахимсы. Первой ступени и первому шагу яхма, яма йоги. Вот я вам так скажу. В джанизме основной обет, из которого утекают остальные ахимсы, для практикующих выражается не только в диетических ограничениях, таких как вегетарианская диета, но и в других формах. Так, члены одной из сект джанизма используют специальные повязки народ для предотвращения случайного попадания туда живых существ и передвигаются, подметая метелкой дорожку перед собой, чтобы случайно не наступить на живое. Вы знаете, я очень рад, что все-таки принял такое решение с промтом, да. Будем делить большие ролики, мы все это читаем. Мне просто задают эти, конечно же, вопросы. Да, есть такая, в джайнизме так и делают. То есть монахи, так называемые, или вообще люди-приверженцы джайнизма, да, они вешают себе повязки на уста, они метелкой перед собой метут дорожку, чтобы никого не раздавить. Вы знаете, я отвечу на этот вопрос. Меня тоже много раз спрашивали, ой, ну ты вот этот. Я отвечу в двух хотя бы таких мини-ответах. Первое. Во-первых, еще раз я вам скажу, что живое и чувствующее, это разные вещи. Камень брошеный, он тоже летит, он тоже движется. Это не значит, что он ожил и что он стал чувствующим. Еще у нас все время идет вот эта путаница в интерпретации слов. Живой. Да, что такое? Живой, чувствующий. Мы начинаем дополнять это, да. Хотя у нас слово живое уже как будто это что-то чувствующее. Но не всегда. И вот из-за путаницы этих слов возникают в основном очень часто недопонимания. По поводу того, что вот они так относятся вообще ко всему живому. Вы знаете, прежде всего я, вот с чем я не согласен во всем этом определении, а ямы, йоги, да, что это сознательное, я бы добавил туда, причинение вреда ближнему. Никогда не причинять сознательно. Это очень важно. Да, мы все можем идти. По поводу, когда мне там начинают про червей говорить. Во-первых, кто пытался наступить на червя, на него даже твердой обувью, когда наступаешь с ним, зачастую ничего не становится. Бог так придумал. Мы в детстве с вами, наверное, все рубили лопатами или граблями червей. И кто знает, они делятся от этого. Они не умирают. Это я не призываю специально опять червей рубить, да, и детям этих, и детей своих этому учить. Нет, но Бог так все придумал, чудно, что действительно то, что человек как бы действительно тяжело, исполнимо, а это и по сути-то неисполнимо. На самом деле, конечно же, все эти, кто ходит в этих повязках, они не могут везде всю жизнь в этих повязках ходить. Они не могут всегда с этой метлой ходить. И всякое может быть. Они могут купаться, наступить там на, где, как они будут там в речке, где они омываются. Там, ил этот какой-нибудь разглаживать. Поймите, очень простая вещь. По крайней мере, я, вот я вам говорю, все разные. Пусть они люди до этого дошли, они так живут. Я, конечно же, так не делаю и против этого. Сам не делаю, других не учу. Речь идет о сознательном причинении вреда. Осознательно. Это раз. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Когда что-то в нашей жизни происходит, это случайно. Ты даже можешь наступить на кого угодно. На какую-нибудь лягушку, кто у кого есть свои сады, огороды, дачи, деревни. Тот знает, кто очень много проводит время на природе. Всякое бывает. Ты копаешь огород, можешь эту лягушку земляную пополам перерубить. Ну, всякое бывает. Но ты не специально это делаешь. Более того, настоящий человек даже действительно поскорбит в своем сердце, что даже это Бог попустил. И вы знаете, во что я верю? Я верю, что человек, который искренне стремится к совершенству, Бог сделает так в твоей жизни. Ибо каждым червячком даже управляет Господь. Вы знаете, я верю так, что ты даже наступать на этих червей не будешь. Потому что ты не хочешь этого. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. И второе. Самый глупый аргумент, который... Один из самых глупых. Их очень много. Вообще любые аргументы против истины. Они всегда глупы и безумны. И жестоки. Что очень часто... Это будем мы в разных сферах касаться. Что если я не могу достигнуть совершенства, тогда вообще ничего делать не буду. Это сюда точно так же. Это вот такой, знаете... Это такая отмазка, отговорка людей, которые хотят закисать в грехе. Которые любят грех сегодня. Но, правда, еще пытаются себя мнить. Естественно, никому не хочется быть грешником. Никому не хочется признавать... Почему тех же самых мясоедов, трупоедов, веганы так злят? Потому что они святые, они грешники. Их это раздражает. Они все равно обличаются в своем сердце. Им не хочется, чтобы это было вообще вокруг. Потому что они понимают прекрасно, что они хуже них. Человек, который убивает и не убивает, кто лучше. Понятно, кто. Ругается или не ругается, шляк. Бьет или не бьет. Пьет до блевотины там и дебоши или нет. Понятно, какой человек, какой хуже, какой лучше. И плохому человеку в среде хороших неуютно. И вот такой глупый отмаз всегда во всех сферах касается то же самое вегетарианство. Раз я не могу сделать все идеально, значит я не буду делать ничего. Но это люди совсем тупые. Потому что жизнь это путь. Мы не в один день становимся святыми. Вот именно. Возьмите любую религию, любое мировоззрение, любое здравое учение любого человека. Он всегда говорит о пути жизни. Мы все потихонечку возрастаем, все совершенствуем, все до чего доходят. Этот человек лежит просто на днище в самой блевотине своей. Вот и все. И он просто не хочет оттуда выйти, даже морду поднять. Он сам блюет и сам же это потребляет. Это вот эти люди. Вот когда мне вот такое говорят. Это эти люди, лежащие на самом дне мордой в своей же блевотине. Они никогда не встанут, пока не захотят. Им бесполезно что-то говорить. Он говорит, ой, раз я не достигну совершенства, я ничего делать не буду. Но знаешь, может ты не во всем достигнешь, но в том, в чем ты будешь лучше, ты будешь лучше. Более того, я всем всегда говорю, личным опытом свидетельствую, и вы сами, когда чего-то достигали, это знаете не хуже меня. Что святость, совершенство делает человека счастливым. Заповедь, это не что-то внешнее. Вот эти вот обеты, которые им дали. Это внутреннее. Человек, который не участвует в зле, вот хотя бы в ненасилии, в неубийстве животных, кто практикой все это прошел, тот подтвердит сейчас мои слова. Можно даже в комментариях, чтобы показать, что я не один такой идиот. Это внутреннее счастье. Это счастье от осознания того, что никто от тебя не страдает. Что тебя в Царстве Небесном встретят все эти животные и скажут спасибо, веган. Они будут идти перед тобою к Небесному Творцу, как дела идут по книге Откровения перед праведником. Особенно, который их защищал. Не просто не причинял им зла, а спасал их. А спасаем мы, делая веганов. Как христиане должны делать христиан, учеников Христа, так они должны делать этих... Ну, правда, настоящий ученик Христа, он и есть веган. Он не может быть христианином и убивать. Это невозможно. Я надеюсь, я ответил на эти вопросы про Червячков, Жучков. Я надеюсь, тайм-коды кто-нибудь напишет, чтобы мне поделиться с этим человеком. Хотя немножко вырвано. Хотя сейчас как раз обратится к этому ролику и начнет сначала. Я надеюсь, узреет истину. Первое. Если ты не можешь сегодня-завтра это всего достичь, это не говорит о том, что ты не должен этим пользоваться. Пробовать это, начинать делать. И второе. Тут без веры тоже никуда не денешься. Я верю в то, что Бог естественным способом, за то, что ты только хочешь этого, перед тобой будет... Перед Моисеем море раступилось. Иисусу не было ничего неподвластного. Я верю, что Бог сделает так, что перед тобой все червячки будут раступаться. И на многие вещи в нашей жизни, я говорю, можно наступать. То, что мне не раз в рот комар попадал, как и всем вас. Тьфу, спокойно его выплюнуло. Он дальше летит. Еще очень как хорошо летит-то. Не раз я такое в своей жизни видел. И вы видели вместе со мной. Мы все с одной планеты. И мух какая-нибудь попадал. Чего только в рот не попадает. Ну, а вы знаете, судить человека за... Как вот эти, я говорю, такие глупые люди, жестокие, неразумные, начинают эти байки. Да ты знаешь, сколько в воздухе тоже микроорганизмов. Микроорганизмов это еще не чувствующее вещество. Поэтому какой-нибудь комарь, который я не вижу. Если я это зло делаю несознательно, значит, Бог придумал так. Всем своим сознанием я стремлюсь делать благо и добро. Это самое первое начало пути. Именно мысль. И моя мысль поистине, ну, я еще себя прибавляю по учению Иисуса Христа, Он сказал, алчба и жажда правды. Начинать все с покаяния, с моего желания измениться и возжелать всего самого светлого, самого святого и самого доброго. Все. Бог все управит. Иисус бы не приходил, я сейчас как христианин говорю, на землю, и не давал бы заповедь, не показал бы пример своей жизни, если бы ее невозможно было исполнить. Значит, испортит ее еще, как он получается у религиозников, а вот исполнить у учеников Христовых возможно. Это надо делать, к этому надо стремиться, и обязательно, если не ослабеем, пожнем в свое время. Надеюсь, я про червячков, микроорганизмов все ответил. Надо делать, что ты можешь делать, а там Бог управит. Ты не наступай специально на этого червя. Мы очень много зла делаем сознательно, прям стоим, и прям бац специально, так тоже делаем, на улитку. Но если это произошло случайно, воскорби в сердце свое. Бог вечен, жизнь вечная. Ты сделал это не специально, но ты много делаешь добра, и Бог все управит. Я говорю, настанет время, когда ты не наступишь ни на кого. Я в это верю. Для кого-то может быть не сильный аргумент, да, но он такой. В буддизме под действием кармы понимается прежде всего намерение, поскольку любое действие мотивировано тем или иным намерением. Заметьте, ну тут дали определение сразу карме, то есть это намерение. Действия становятся неблагими, когда они мотивированы неведением, гневом, привязанностью или любым другим омрачением осознания. Поэтому в буддизме под Ахимси понимается прежде всего намерение, стремление не вредить никаким живым существам. То есть мы видим с вами, что в принципе, о том, о чем я уже сказал, и мы с вами только что еще прочитали. Ну, тут опять же, вот видите, эти авторы статьи, возможно, просто разных, мы вот вас с вами читаем, да, потому что мы с вами прочитали вообще общее определение йоги и общее определение ямы и общее определение Ахимса. То есть это не только делом, да, это и словом, и даже мыслью. Мы с вами вроде бы как прочитали, здесь уже автор пишет, что в буддизме подразумевает еще как бы вот именно вот это вот мысленно. Так мы с вами прочитали, что и в индуизме то же самое, да. Ну, то есть смысл, о котором я уже то, что говорил, поэтому по сути, я просто так еще текстово сказал то, что я этой мысли, прежде всего, вообще не желать этого всего. И это когда-нибудь обязательно реализуется, может быть, даже в полноте в твоей жизни. Бог сделает, будешь земли не касаться. Я и в это верю. Я верю, что человеку, жаждущему благого, все Бог управит ко благу, к этому самому. В христианстве Ахимсе соответствует заповеди «Не убей и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ну, здесь я с автором позволю себе, мягко скажем, не согласиться, да, будучи христианином, причем еще каким верующим, еще каким активным, еще каким проповедующим, да. Во-первых, автор сюда добавил все сразу. «Не убей и тут же возлюби ближнего». Я скажу, что для христианства, пусть даже вот так, даже возьмем меня сейчас абстрактным, что я не христианин, то я говорю, автор как-то немножко неправильно, он сюда добавил активное действие, а мы видим, что все равно вот эта яма и первая яма йога, первый шаг йоги и первый принцип этой ямы первого шага Ахимса, она говорит о том, что это, во-первых, в мыслях, и это не делает зла. Здесь пока не говорится об активной любви, об активном сострадании, вплоть даже, действительно, может быть, до лишения твоей собственной жизни, когда ты полагаешь за кого ты ее, за ближнего, за человека, за животного и так далее, за любое чувствующее живое существо. Вот, здесь автор зачем-то добавил это в «зве ближнего». Это я совершенно не согласен с такой аналогией, а вот то, что я вам уже сказал, приведя все такие точки Библии, первое, рай, Господь сказал, не прикасайся, не вкушай с древопознания лжи, добра и зла, уклоняйся от зла, вся линия Ветхого Завета, начинавшаяся с Моисея, так ее назовем, не убей, не укради, здесь автор почему-то одно не просто привел и сразу возлюби, а тут нет, тут бы надо было добавить весь кодекс не, не убей, не укради, не жасвидействуй, т, 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 а одним общим из псалмов можно взять хорошо, уклоняйся от зла, ну и естественно Иисус все то же самое говорил, то есть это не причинение зря, есть в христианстве и есть, но только все так исказили, что да, не убей, но можешь убивать всех, вроде заповедь есть, не убей, каждый толкует ее как хочет, поэтому к сожалению, да, к сожалению, это так, к сожалению, что это то же самое заповедь не убей Моисея и пытаются псевдо-христианам указать, что вот у вас же есть это не убей, просто тот же не знают христианство, да, Моисей, который говорил не убей, тут же говорит убей, если он нарушил другую из этих заповедей и тех же самых не, не почитаешь отца и с матерью, так убей его, не убей, но вот именно всех животных убивают, не убей, но при этом вырезают и убивают стариков и младенцев окружающих их народов, поэтому тыкать псевдо-христианам, что вот у вас же есть заповедь не убей, это типа наш Ахимс, если йог будет тыкать христианам, он ничего не добьется, потому что христиане скажут, слушай, ты просто вырвал это не убей из контекста, а тот, кто и давал Моисей, давал ее не в этом смысле, потому что его дела абсолютно опровергали его теорию, значит, что-то здесь не так, а значит, Моисей действительно говорил, что не убей, как бы там неправильно по определенным законам и дал целый закон, как можно убивать, как не убивать, не убивать нельзя против этого закона, да, но по закону, поэтому можно так-то и так-то и так-то убивать, так что, но это не христианство, это не истина, Моисей не истина, Ветхий Завет не истина, а вот христианство настоящая истина, любовь и истина, поэтому, знаешь, в христианстве это да, не причиняй вреда, не вкушай с древа познания добра и зла. В йога-сутры Патанджали человек, практикующий Ахимсу, не только не должен сам не причинять вред другим, но также не должен быть косвенной причиной вреда и не должен побуждать другого на совершение вреда. Ахимс рассматривается как любовь ко всему существующему и практикуется на трех уровнях. В поступках заключается безусловно беззлобным отношением ко всем живым существам во все времена любых ситуациях в словах воздержания от сплетен и в мыслях воздержания от дурных или осуждающих мыслей. То есть вы видите, вот за счет того, что статьи пишутся разными людьми на Википедии, это сборник, это не кто-то один, вот мы видим с вами вот это вот пересечение, тут же автор вот это все, что Ахимс это любовь, но мы видим с вами, что Ахимс это еще не любовь. Ну я так хотя бы вижу, иначе опять каша получается, иначе он тогда все ступени и все, в принципе, в этой статье автор собрал в одну. Я вот вижу так йогу, что все начинается с Ахимсы, не сотвори зла. Вот это действительно так. Это действительно применяется ко всем, это действительно любое участие в любом зле и даже косвенное участие. Ты отрицаешься от этого всего. Любого зла. Ты ни в коем случае никого не уби. Более того, ты у нас христиане как тебя еще будут уклонять в это зло. Да ты что, да убивать можно, бог разрешил. Да я хочу, у меня чрево мое кричит, вопиет, я должен его углажить. Естественно, вот Ахимса, да, не причинение вреда никогда, ни при каких обстоятельствах, ни с кем и даже косвенно. Вот это Ахимса. Давайте уже сейчас заканчивать. Сиддхи, обретаемые исполнением Ахимса. Совершенный в Ахимсе обладает следующим сиддхи. В его присутствии прекращаются все ссоры, споры, воцаряются мир и спокойствие. Ну это, смотря кем он себя окружит, да. И Ахимса в практике Махатма Ганди. Махатма Ганди, добившийся освобождения Индии от власти Британской империи без единственного выстрела, известен как величайший практик принципа Ахимсы. Результатом серии кампаний гражданского сопротивления стало мирное возвращение независимости Индии, ставшее величайшим достижением политических активистов, вероятно, за всю историю. Из книги «Моя жизнь». Ахимса основа для поисков истины. Поиски эти тщетны, если она не устрояется на Ахимсе. Все мы из одного теста сделаны, все мы дети одного Творца, и божественные силы в нас безграничны. Тритировать человеческое существо значит тритировать эти божественные силы и тем самым причинять зло не только этому существу, но и всему миру. Для меня всегда была загадкой, как могут люди считать для себя почетным унижение ближнего. Вы знаете, этими прекрасными словами Махатма Ганди я хочу закончить сегодняшнее видео. Еще раз их вам с удовольствием зачитаю, ибо повторение «Мать учения» кусочек лишь, который, я считаю, прям чтобы у вас засел в сегодняшнем, как эпилог, пролог этого видео. Для меня всегда была загадкой, нет, начнем, нет, Ахимса основа, то есть непричинение зла всему живому, чувствующему, существу каждому и всему вместе на земле, вот это вот непричинение вреда является основой поиска истины. И поиски эти тщетны, если они не строятся на вот этой Ахимсе. Об этом вы от меня слышите в каждых моих роликах о христианстве. Если ты не веган, а веган это та же самая Ахимса, но я употребляю более известное, мне кажется, название, мне оно больше нравится, она касается вообще всех людей, веганство не ссырует себя ни с какой религии и вроде как это отдельное движение, с другой стороны, я бы назвал это первой ступенью в каждой религии, то есть это вот то, о чем мы с вами говорили, казалось бы, есть йога, да, но мы с вами пытались выяснить, йога вообще это отдельное что-то или это внутри всего растворено и в принципе это все ее практикуют. Ну и закончим мы, конечно, значим, нужно практиковать. Могу только словами Мадхаха Ганди еще рассказать. Все для меня всегда было загадкой, как люди называют себя христианами и пытаются практиковать и достигнуть совершенства в христианстве, не будучи, не практикуя Ахимсу и не достигнув в ней прежде совершенства. А в ней достигнуть совершенства очень легко, не делать зла это очень легко, потому что не надо ничего делать. Вы знаете, стать веганом проще простого, перестать убивать, перестать эксплуатировать. Вы если этого не делаете, вы задумаетесь, кто вы есть, о каких делах вообще может быть в плюс идти речь о восхождении в земле старца, если вы не можете отказаться от зла. Вы еще ничего доброго не сделали, от вас ничего вообще не требуется. Уклониться от зла – это прямая задача, цель любого человека на земле, к какому вероисповеданию, мировоззрению он не принадлежал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова